За кормой, за редкой и круто вздымающимися волнами, осталась речка Париха. Светлея разломы густья, кучерялись облаками, седоватых тайников, красной полоской шепухника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам, и все-таки снова замкнутая в себе отчужденная тайга. Белая бровка из вискового камня и песка, все речь, чем отчеркивала суземные, отсюда кажущие сияни, длинными джинами, леса и дальние перевалы от нас, от бушующего и сия, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному окудованию, в которых плутала, впуталась и билась синенькая жилкая речка Париха. Смягчала дали, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на леске земли, и я рамзнею и за ней монолитная твердь тайги, сплавленная веками и на века. Продолжение следует...